Светлана Николаевна Тамкоич из Новосибирска представит на тему экзосомы крови, типирование и анализ микро-РНК при раке молочной железы. 15 минут вам, Светлана Николаевна. Хотела в первую очередь поблагодарить УРК-комитет за возможность представить вашему вниманию доклад по исследованию экзосом в крови больных раком молочной железы. Поиск в крови маркеров, характерных для трансформированных клеток, является актуальной задачей молекулярной онкологии. И одним из новейших объектов для поиска таких маркеров являются экзосомы. Это мембранные частицы эндокситозного происхождения, которые образуются путём слияния мультивизикулярного тельца с плазматической мембраной. В настоящее время экзосомы у нас всё чаще называют, так же, как и внеклеточную ДНК, жидкой биопсией. Почему? Потому что в крови онкологических больных возможна детекция вот этих экзосом, которые секретируются опухолевыми клетками. И эти экзосомы несут биополимеры, характерные для опухолевых клеток. Соответственно, можно их использовать в качестве материала для разработки современных неинвазивных, или малоинвазивных, можно сказать, методов диагностики и прогноза онкологических заболеваний. Целью нашей работы являлось типирование экзосом, циркулирующих в крови больных раком молочной железы и оценках диагностического потенциала путём измерения экспрессии опухолиассоцированных микро-РНК. Но поскольку у нас экзосомы являются продуктом клеточной секреции, и для того, чтобы осуществить перечисленные биологические функции, экзосома у нас должна провзаимодействовать с плазматической мембраной клетки рецепента, мы предположили, что экзосомы у нас могут циркулировать не только в плазме, но и будучи связаны с поверхностью форменных элементов. Для подтверждения нашей гипотезы, мы разделили кровь на плазму и форменные элементы, предположительно для люц с экзосом, которые могли бы быть связаны с поверхностью форменных элементов за счёт ионных взаимодействий. Клетки обрабатывали физраствором, содержащим хилатирующий агент ДТА. Для отделения экзосом, которые могли бы быть связаны с поверхностью форменных элементов за счёт белков взаимодействия, клетки обрабатывали раствором трепсина в условиях, не приводящем к кризису клеток. И затем из полученных илюатов и из плазмы мы выделяли экзосомы. Изначально наша работа пока ещё пилотная, группы у нас маленькие, по 10 человек, но они были сформированы с особой тщательностью. Группа клинически здоровых женщин у нас была собрана на основе анкетирования. Было ограничение по возрасту, 47 лет. Все женщины не имели каких-либо гиперпластических либо воспалительных заболеваний репродуктивной женской системы и отягощённых онкологическими заболеваниями генетики. Больные рака молочной железы – это всё были первичные больные, то есть нелеченные, первой и второй степени, N0, M0, с рецепторами к эстрогенам-прогистинам. Это всё у нас был инфильтрующий протоковый рак второй степени злокачественности с узловой немультицентрической формой. Сначала мы попытались видеть экзосомы из наших биологических образцов общепринятыми протоколами, которые основываются на том, что сначала удаляется клеточный дебрис, затем биобразец наслаивает на подушку из сахарозы, проводит ультроцентрифугирование с последующим отмывом образца от остатков сахарозы. Однако с помощью трансмиссионной электронной микроскопии мы увидели, что в полученных нами препаратах, кроме его экзосом, они чёрными стрелками отмечены, присутствуют также частицы куда более крупного размера. Соответственно, общепринятые протоколы, о которых сейчас очень много публикаций, на самом деле мы получаем препараты неизвестно чего и анализируем, соответственно, тоже непонятно что. Поэтому мы довольно много времени потратили, протокол модифицировали, заменив длительную 10-часовую стадию ультроцентрифугирования на стадию ультрафильтрации через фильтры с диаметром пор 100 нанометров. Это позволило нам, во-первых, на 10 часов сократить выделение этих самых экзосом, а во-вторых, в наших препаратах уже не было частиц более крупного размера, то есть мы уже работали с препаратом действительно экзосом, а не каким-то суммарным препаратом микровизику. Для подтверждения того, что предложенная нами обработка форменных элементов не приводит к их разрушению, была измерена активность лактатогидрогеназы стандартным набором Vector Best в качестве калибровки у нас использовались лизированные талиоциты, и показано, что процент разрушенных клеток в миллилитре крови не превышает 10-3-10-4-й, то есть предложенный нами подход и люц с экзосом, который связан с поверхностью форменных элементов крови, является неповреждающим. Аналогичные результаты были получены с помощью трансмиссионной электронной микроскопии ультратонких срезов, и тоже мы здесь видим, что у нас никаких структурных изменений в мембране глобальных не происходит, никаких повреждений ни плазматической, ни цитоплазматической мембраны в составе митохондрии, эндоплазматического ретикулума, аппарата Гольджи мы не видим. Более того, на последней микрофотографии мы даже видим в составе лимфоцита мультивизикулярное тельце, наполненное экзосомами. Как мы предполагали, действительно, наряду с экзосомами, которые всем известно, что циркулируют в плазме, были обнаружены экзосомы, которые связаны с поверхностью форменных элементов, что было подтверждено с помощью иммуноокрашивания на характерные поверхностные экзосомальные тетраспонины CD63, 9, 24 моноклональными коммерческими антителами с последующим выявлением образовавшихся иммунных комплексов конъюгатом белка с наночастицами золота. Затем мы решили оценить именно экспрессию тетраспонинов методом проточно-цитометрии. Для этого на латексные частицы иммунизовали, опять же, коммерчески доступные антитела против поверхностных экзосомальных тетраспонинов, вывязывали за них экзосомы, и затем полученные комплексы визуализировали с помощью снова антител против экзосомальных тетраспонинов, конъюгированных с флюоресцин и затиоцианатом. Выделенной популяцией экзосом мы анализировали, как и все, медианную интенсивность флюоресценции в сравнении с азотипическим контролем. И мы увидели, что разница в экспрессии тетраспонинов в плазме и связанной с поверхностью форменных элементов крови отличается не более чем на 10%. МФА между нормой и препатологией в каждом случае тоже отличается не более чем на 10%. О чем это говорит? Это говорит о том, что репертуар вот этих вот субпопуляций, вот этих экзосом, они у нас сохраняются как в норме, так и при развитии рака молочной железы. Эти же тетраспонины представлены как в составе экзосом плазм, так и в составе экзосом связанных с поверхностью форменных элементов крови. То есть CD24, CD9 и наиболее представленные CD83 можно рассматривать не только для рутинного типирования экзосом плазмы, но и для типирования экзосом связанных с поверхностью форменных элементов. Это первый момент. И второе, это указывает на общие пути генерации экзосом, которые циркулируют в плазме и которые связаны с поверхностью форменных элементов. И что связывание экзосом с поверхностью форменных элементов происходит не за счёт этих тетраспонинов, раз никакой разницы мы не видим, а за счёт каких-то других белков, которых мы ещё не знаем. Затем мы оценили с помощью трансмиссионной электронной микроскопии размер экзосом, который в плазме связан с поверхностью форменных элементов. Очень сильно вот здесь-то мы и удивились. Оказалось, что в крови здоровых женщин, вот это плазма, это элюаты с поверхностью форменных элементов, преобладает экзосом от 30 до 50 нанометров, а в крови больных раком молочной железы, как в плазме, так и в элюатах с поверхностью форменных элементов, преобладают экзосомы размером от 50 до 70 нанометров. Пока мы этот факт никак объяснить для себя не можем, ну, просто доводим до вашего сведения. Значит, затем мы решили оценить долю экзосом, связанную с поверхностью форменных элементов. Для этого был использован высокочувствительный набор для оценки концентрации экзосомального белка. Это Nano Orange Protein Quantitation Kit. И оказалось, что всего лишь 40% экзосом у нас циркулирует в плазме, и порядка 60% экзосом связаны с поверхностью форменных элементов. Аналогичные результаты были получены при измерении концентрации 28 сребосомальной РНК в составе экзосом. Опять же, мы видим, что в плазме доля экзосом меньше, чем экзосом, связанная с поверхностью форменных элементов крови. Затем мы решили оценить диагностический потенциал этих самых экзосом, связанных с поверхностью форменных элементов крови. Чем же они такие особенные? Для этого мы выделяли РНК с помощью коммерческого набора Мирвана. Качество выделенной микро-РНК оценивали с помощью капиллярного электрофореза. Обратную транскрипцию и тагман ПЦР мы проводили с помощью коммерчески доступных китов. И оказалось, что наибольшей диагностической значимостью обладает экзосома, связанная с поверхностью ретроцитов. То есть панель из трёх микро-РНК, ЛЭД, 7А103 и 191, позволяет нам дискриминировать рак молочной железы на первой и второй стадии, Н0, М0, с чувствительностью 71 и специфичностью 89%. То есть резюме, я не знаю, наверное, нет смысла зачитывать. Все быстрее меня прочитают. Значит, единственное, что сейчас хочу подчеркнуть, что мы большие надежды возлагаем на вот эти экзосомы, которые связаны с поверхностью форменных элементов крови. Хотя бы потому, что использование таких экзосом позволяет просто увеличить количество биологического материала в исследовании. То есть позволит с большей чувствительностью выявлять хоть маркеры в составе микро-РНК, хоть протеомные маркеры. Но только потому, что у нас этого биологического образца будет больше. Ну и мы надеемся, что выявленные в дальнейшей нашей работе панели маркеров позволят нам увеличить эффективность диагностики заболеваний рака молочной железы, что позволит нам решить проблему своевременного выявления опухолей молочной железы, которые ускользают от мамологического скрининга. Это агрессивные, быстрорастущие опухоли, а также позволит, возможно, принесет пользу в разработке методов оценки мониторинга эффективности противоопухолевой терапии. Это наши соавторы. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Светлана Николаевна. Один вопросик. Нет вопросов?